Хейл, гайз, с вами Шумаким, но продолжим пройти теру под названием Розовая Пантера, Фокус Фокус. Короче, в прошлой серии мы с вами спаслись от дракона. Теперь мы возвращаемся, наверное, к... А, я ну хоть сразу на тот берег. Вот, да, я могу сразу туда, ништяк. И это облегчает мне делу. Что я могу здесь сделать? Камушки. Только сюда. Так, вижу улей. Надо было вовремя уходить отсюда. Точное попадание. Привет, я крошечный долгопят. Отношусь к подотряду полуобезьян. У меня неподвижные огромные старческие глаза. Но меня это не беспокоит. Я могу поворачивать свою голову на 180 градусов, так что от меня никто не укроется. Ты случайно не хранитель человеческой души? Нет, я маленький долгопят. Ты чем слушал? Хранитель души это этот. Интересно, что бы это значило? О, здрасте. Ты нашел наше послание? Сейчас я научу тебя, как прочитать его. Эти зарубки означают, что мы отправились в поход четвером. А вот это говорит о том, что мы уже в походе два месяца, две луны. Любой даяк, как они нас называют, умеет читать эти послания. Ничего-то я не умею их читать. О, орангутанг. То есть человекообразные офисианы. Орангутанги исчезающие вид приматов. Нас осталось всего около 5 тысяч. Орангутанг означает человек в джунгли. Вряд ли ты... Нет, не важно. Окей, давайте тогда поговорим с всеми ими. А вы случайно не являетесь хранителем человеческой души? Я, по-твоему, похожа на птицу-носорога? Наш народ верит, что именно легендарная птица-носорог является хранителем человеческой души. Это священная птица. Слушай, это случаем не нахуй. Да, это же клюв. Священная птица-носорога. Неужели ты осмелился поднять на неё руку? Ну, конечно же, нет. Я нашёл это в долине Серенгетти, путешествуя по Африке. Птица погибла от жары, судя по всему. О, видите, всё-таки... Я прав. Много татуировок на теле. Это одна из традиций даяков. Отмечать каждое важное событие нанесением татуировки на тело. Моя мама от такого сошла бы с ума. Мне даже не разрешили ухо проколоть. Ладно, теперь с тобой. А, то, оказывается, высох. Птица и мужем должно быть что-то случилось. Он не возвращается домой. Мы проталкиваем в гнездо еду, когда они нам позволяют это. Но птица-носорог должна сама открыть своё гнездо изнутри. Но они не видят клюв своего мужа и отца. И поэтому боятся выбраться на луку. Я слишком слаба, чтобы идти. Умираю от голода. Я уже много дней крошки во рту не держала. Ну, смотри, как вариант я могу тебе дать маму. Ой, желудок не переваривает фрукты. Вариант второй. Можно тебе предложить бутерброд с... Всё? Я думаю, что в это дерево запечатаны птицы. Он заделывает гнездо глиной, оставляя открытым пространство по размерам своего клюва. Хорошо. А если я покажу им этот клюв, они подумают, что папа вернулся и выберутся наружу. Ха, а кажется, на самом деле, что не хера. Удивительно, божественно. Нам бы очень хотелось отметить это событие памятной татуировкой. У меня есть необходимые для состава корешки. Осталось найти что-нибудь острое, чтобы заточить палку. У меня здесь зуб. Сойдёт. О, зуб Мурены! Замечательно! Возьми это в знак нашей благодарности. Спасибо. Нам пора в путь. Окей. Слишком высоко. Не достать. И что мне теперь с вами делать? Это тебе, птица-носорог. Иди сюда, маленький хранитель человеческой души. Я не сделаю тебе ничего плохого. Почему бы тебе не попробовать свить гнездышко здесь? Хаааа. Теперь можно пойти к острову. Тому соседнему. Вперёд! На остров дракона! И отдать данную птицу. Это же святое животное, да? А подожди! А ни хрена подобного! Эту птицу мы с вами используем для того, чтобы это... Тогда подожди, а что у нас уходит? Зачем мне кольцо? полетели и тут я осознал что мне же нужно полетели полетели садом сначала просто все спрос попробуем какая птичка в ладненько короче как отсюда выбраться мы отсюда выбираемся с вами идем к мужику от моему кольцо может быть там что-то да и путь это то что я смогу использовать чтобы им дать а птица нам нужна это хранительница не хранитель дух это кажется мужик тут в красном а сейчас посмотрим вот это колечко то что надо приятель вот возьми это тебе за холод будем здоровы но я же мультяшный персонаж и я не впрочем может быть это пригодится на вечеринке дома что там а вот он говоришь мясом да говоришь мясом а если же я использую мясо спасибо но масса и отмечают свои праздники по-другому окей короче нам нужно взять телепорт с вами стоять телепорт сейчас мы идем к этому дом в дом в дом в дом в дом к к кому правилам к зубному с пойдем в столовую может там есть мясо о, я уже здесь давайте шампанье у тебя потом... А, я понял меняю бутылку шампанского на вашу печень. А, вон печень. Ты хочешь чтобы я пол печенью тебе отдал? Мне нужна ваша лишняя печень запасная. Отлично. По рукам. Окей, теперь перспорт используем. Теперь в Африку и отдаем печень. Это печень молодого вола? Спасибо тебе. Теперь я смогу отпраздновать рождение моего ребенка, не нанося урон своему стаду. Скоро мы отправимся на новое пастбище. Дорогая, розовая пантера принес нам огромный кусок печенки. Это так мило с его стороны. Еще раз большое спасибо. О, я знаю, что ты сделал доброе дело. Почему ж ты такой печальный? Одна маленькая девочка серьезно больна. Она не может проснуться. А, какая ужасная трагедия. Дети, как яркая луна. Можно я скажу кое-что? Слушай. О, лапа, ой, бор, ин, кера. Что это означает? Дети, это яркая луна. Понятно. Если ты скажешь эти слова красному богу, может быть, он смилостивится. Существуют два бога. Черный бог и красный бог. Красный бог плохой, а черный бог хороший. Черный бог живет рядом с человеком, а красный бог живет над человеком. У тебя же красная кожа, и ты только что научил меня молитве. Повтори еще раз. Ну, в общем, это не совсем молитва, а старая поговорка племени Масай. Можешь не сомневаться, это станет молитвой. Как ты там говорил? О, лапа, ой, бор, ин, кера. О, лапа, ой, бор, ин, кера. О, лапа, ой, бор, ин, кера. Спасибо. Ты себе даже представить не можешь, как ты мне помог. Все. Наконец-то. У нас все, что необходимо. сможем отправляться. Можем отправляться. Интересно, это уже финал будет? Так. Погнали к детишкам. Главное, чтобы звук не сломался. Если я не ошибаюсь, в этой серии у нас еще звук не сломался. Ой, главное, чтобы я не договорился, и сейчас в диалоге он бас такой, да, и сломался, и будет ммм. Найс. Поехали. Печка. А куда мамонт делся? Перо хранителя души. Так, но мне кроме этого еще нужна слезная мольба человека с красной кожей. Эм, окей. Почему ничего не получается? найти какие-нибудь магические заклинания или что-то в этом роде? Пыш, пыш, пыш. Волшебство свершись, и девчонка разбудись. Этому трудно найти объяснение. Раньше я чувствовала, что какая-то мистическая волшебная сила помогает мне, а теперь она пропала. Я сам по себе, и я не могу сотворить чудо. Попытайся еще разок, Гарик, ради спасения Виолетты. Не могу, у меня ничего не выйдет. Мне кажется, здесь явно чего-то не хватает. Думаю, стоит добавить овощей, чтобы получилось полноценное сбалансированное заклинание. овощами. Как ты сейчас прямо в смысле слот сказал это? Ну, допустим. Пошли за овощами. Леттся гоу за овощами. мне нужен салат, вот салат. все самое хорошее из Греции попало в салат. тут-тутся. Тут-тутся. после серии, если не ошибаюсь, это Греция будет. Я помню, там были боги и все такое. Поэтому поэтому. Мне кажется, здесь явно чего-то не хватает. Думаю, стоит добавить овощей, чтобы получилось полноценное сбалансированное заклинание. да чего, красавчик. Похоже на мамочкину стрепанье. Фу! Ух ты! Привет, Виолетта. Как спалось? Куда-то Виолетта полетела. Думаю, это стоит забрать. Побудь здесь, мой маленький друг. Это ненадолго. Как скажешь, шеф. Куда-то Виолетта улетела немного. Мне кажется, салатик был лишним. я могу все объяснить. Что объяснить, голубчик? Она разве... А вы... Она? А вы? Что, котеночек? Не обращайте внимания, все в порядке. И вот, наконец, наступил момент, которого вы все с нетерпением ждали. Без лишних церемоний позвольте мне предложить вашему вниманию коллекцию зубов знаменитостей. Я покупаю ее целиком. Сколько стоит? Это нечестно. он не может купить ее целиком. Некоторые из нас хотели бы купить отдельные предметы. Сочувствую. У меня много денег, и я хочу ее всю. Дамы и господа, не будем терять голову. Уверен, мы сможем прийти к соглашению, которое в первую очередь устроит меня. господа. Боже мой, она разрушила всю атмосферу вечера. Виолетта, это ты? Я ... ... ... ... Мы обычно не позволяем ей рыгать или летать по комнате или сходить с ума, что с ней, по-видимому, сейчас и происходит. Что это такое? И сколько вы за это хотите? Не думаю, что это продается, не так ли, дорогой? Ну, конечно же, продается, дорогая. Еще как продается. Это ваша дочь, мистер Изюми. У нее что, приступ астмы? Это самая странная вечеринка из всех, на которых я бывал. Привет, меня зовут Посолина Крекер Куб. Я наследница огромного состояния, то есть очень богатая девушка. Могу я попросить вашего внимания? Я зловещий дух Ехидны, селившись в Виолетту. Здравствуйте, Ехидна. Здравствуйте, Ехидна. Здравствуйте, Ехидна. Здравствуйте, Ехидна. Здравствуйте, Ехидна. Здрасте, Ехидна. Здравствуйте, Ехидна. Здравствуйте, Ехидна. Здравствуйте, Ехидна. Здравствуйте, ехидна. Здрасте. Мне, как и вам, не хочется застрять здесь надолго. Так уж случилось, что кое-кто поиграл с мистическими силами непозданного. И я не удивлюсь, если окажусь в оболочке толстого подрастающего пупсика. Вовсе не толстого, а упитанного. Какая разница? А теперь, чтобы изгнать мой дух, вы должны связаться с самым могущественным существом во вселенной. Но как же нам добраться до Стивена Шпильбергера так быстро? Зачем нам Шпильбергер? Я думаю, речь идет об Этису. Этот ни перед чем не остановится. Я полагаю, она имеет в виду Зевса. Зевса! Ехидна! Это чудовищный демон из греческой мифологии полуженщина-полузмея. Вы только что доказали, что могущество понятие субъективное, а нашим субъектом является дух мистического существа из греческой мифологии. Следовательно, с точки зрения Ехидны, именно Зевс является самым могущественным человеком во вселенной, потому что Зевс – царь всех богов. Но, может быть, я и не права. Значит, мне придется отправиться в греческую мифологию на гору Олимп, туда, где на вершине самой высокой горы Греции наслаждались жизнью греческие боги. Все? А если вот эти так на меня смотрят вдвоем? Да. Хм... 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 Ладненько, тогда нам нужно отправиться в грецы, так ведь? Эм... Давайте я... использую... куда-нибудь телепорт. мне по яйцам она все это короче будет вас сегодня последняя серия я сделаю ее большой на тону пойдет а вот и последняя недостающая страница и вот он не глядя направляет свою колесницу вперед и подрезает меня прямо посреди дороги я бог в я на деле говорю тебе если бы он не был прости зевс но я говорю правду привет я афродита богиня любви мне нужно переговорить зевсом как я могу с ним связаться ты никак не можешь с ним связаться это только он может сделать он же царь богов а это пегас крылатый кот Аааа, nice. Серьезно? Серьезно? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...